Честно говоря, по человеческим качествам я не могу говорить о человеке, которого уже нету, плохо, но Кондрашина я уважаю больше, вернее даже он действительно тренер был, именно баскетбольный тренер, и вот сейчас современные тренеры, он на них больше подходит по своей манере, по своей подходе к игре, к ведению игры, а Гомельский больше, так сказать, организатор, мне кажется, сильный, очень сильный организатор, но тренировать и достигать результатов с командой, где собраны лучшие игроки Советского Союза, я думаю, легче, чем с той командой Ленинградской «Спартаком», которых он вырастил там с детских времен, поэтому я считаю, что Кондрашин посильнее, сильный тренер, сильнее, самый сильный в Советском Союзе был, наверное. У каждого тренера есть своя, свой подход, своя методика, поэтому свое видение игры, и поэтому вот и достоинство Кондрашина то, что он очень четко видел рисунок игры, и что нужно в данный конкретный момент, что нужно сделать, поэтому это его, так сказать, тренерские задумки, это его тренерское мастерство, как менять игроков, как вести игру в целом. Мы играли в чемпионат Советского Союза, все было нормально, он играл все нормально. Потом был небольшой перерыв, и мы собрались в Сухуми, уже готовились к чемпионату мира 1978 года на Филиппинах. Мы собрались там все, Саши нету. Ну мы, естественно, начали спрашивать, где Саша. Гомецкий сказал, уже в это время тренером был Гомецкий сборной, он сказал, он подъедет попозже. И вот этот момент, когда он появился, я у меня так, в общем-то, остался в памяти очень хорошо, мы тренировались, уже играли, ну тренировка проходила. Вдруг открывается дверь, заходит Саша. Я как раз недалеко был, и в то время уже у меня были линзы, хотя я Олимпийский играл без линз. И я как на него глянул, мне страшно стало. Человек вот из молодого цветущего парня превратился в дряхлого старика. Лицо такое похудевшее, морщины так столько много, ужас вообще. Я прям был так ошарашен, когда я его увидел. Ну, оказалось, что он заболел в момент, был очень. Врач сборной взял его и повез в Сухуми на обследование. Ну и после обследования сказал, что если хочешь жить, уезжай домой и занимись здоровьем. Он уехал, мы его больше не видели. Подготовка шла своим чередом, и мы улетели на чемпионат мира на Филиппины. И 5 октября, 2 октября у меня день рождения, 3 октября он оказался умер. 5 октября мы сидели в зале, смотрели тренировку наших, одних из наших противников, соперников будущих. И тут подошли ребята из итальянской сборной, сказали, говорят, агентство, а сообщить, пресс передало, что Саша Белов умер. Ну, мы, естественно, были в шоке. Гоменский побежал звонить в Москву, потом пришел, говорит, да, ребята, вот так вот так. Информация подтвердилась, и он скончался.